Добрый вечер! Как всегда, по будням в это время в эфире программы «Открытая студия». Как всегда, мы приветствуем вас в прямом эфире в нашей «Открытой студии» в центре Петербурга. Предлагаю вам снова сегодня поговорить о науке. Вы знаете, мне кажется, это совсем неплохо, потому что сколько нам можно постоянно обсуждать недостающие деньги или текущие крыши, все-таки есть вещи, которые зависят от человеческого ума. Это всегда интересно. К тому же, всегда у нас есть поводы. Потому что хорошо, когда есть такие поводы, как Григорий Перельман с его открытием. Но согласитесь, что даже обсуждая Перельмана, мало кто обсуждал, а что именно он сделал. Всем хотелось узнать, а что он за человек, и почему он такой странный. То же самое происходит, я не ставлю на одну линию, но я говорю, что как пример таких вот ярких имен, вокруг которых мы с вами спорим. То же самое приблизительно происходит с известным человеком Виктором Петриком. Изобретатель, ученый, но идут большие споры, и возникает всегда разговор о том, что есть наука, а что есть лженаука. А давайте мы в который раз поговорим не только в чем претензии, так сказать, признанного ученого сообщества к господину Петрику, но и в том, а нам-то с вами, как потребителям, нам-то вот, во-первых, что надо знать, а во-вторых, вот нам есть ли дело до всех этих споров? Я задаю этот вопрос совершенно серьезный, и я сама не знаю на него пока ответа. Через несколько минут мы будем разбираться подробнее. Хочу представить вам наших сразу уважаемых собеседников, современников, хотел сказать, и современников, что приятно. Представляю гостя в открытой студии в Петербурге. Рада приветствовать нашей студии, лично прибывшего уже не первый раз в открытую студию, действительно члена академика, российской академии естественной науки, Виктор Иванович Петрик. Здравствуйте, Виктор Иванович. Спасибо, что приехали. Чай можно пить, он у нас настоящий, пожалуйста, пейте. Но хочу представить ваших сегодня собеседников и оппонентов, я так полагаю, в Москве. Во-первых, представляю собеседников в открытой студии в Москве, рада приветствовать в нашем разговоре известного предпринимателя, первого миллионера Советского Союза, мне в счету редакторы с завидной регулярностью пишут эту фразу, Артем Михайлович Тарасов. Здравствуйте, Артем Михайлович. Здравствуйте. Здравствуйте, рада вас видеть, но я представлю еще собеседников в Москве. По спутнику к нам подключается доктор физико-математических наук, профессор, член комиссии Российской академии наук по борьбе с Ж-наукой, научный сотрудник физического института имени Лебедева, Ростислав Феофанович Плещук. Добрый вечер, Ростислав Феофанович. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, спасибо, что есть. Чуть попозже, чтобы прибыли, чуть попозже представлю вам еще одно собеседника, как только у нас сигнал наладят. Я хочу сейчас напомнить всем нашим зрителям о том, что эфир прямой, телефонная линия работает, пожалуйста, звоните, форум давно работает, на форуме уже очень много разных сообщений. Вот пишет Аратов, учение Коперника тоже считалось лженаучным, то, что мы считаем лженаукой, возможно, есть наука, а с другой стороны отрицательный результат тоже результат. То есть видите, как приятно наши зрители размышляют уже глубоко. Но хочу напомнить, что так же, как всегда, на форуме вышел вопрос на голосование, он сегодня достаточно сложный, но я его вам озвучу. Он звучит так. На ваш взгляд, как отличить настоящую науку от лженауки? Предлагаю вам три варианта ответа. Значит, настоящий ученый – это бедный ученый. Лженаука доказывается временем, что она бесполезна, и, значит, это отличает ее от настоящей науки. И третий вариант ответа – настоящих ученых никто не знает. То есть не знает тебя никто, значит, настоящий ученый. А знают тебя все, значит, ты не… Венштейны все знают, и Гинзбурга, Сахарова. Но сколько понадобилось десятилетий, наверное? Или вы полагаете, что они при жизни уже были широко известны каждому школьнику? Нет, ну, конечно, наука развивается, и время показывает, кто настоящий, кто ошибается. Венштейн тоже ошибался, кстати. После своих гениальных работ он писал ошибочные. Ну, Панкаре… Ну, да, но Панкаре сейчас прославил… Панкаре говорил. Да. Один удачно поставленный и точно достоверно поставленный эксперимент стоит тысячи теорий. Поэтому мне кажется, что это слова Владимира Ильича Ленина. Практика есть критерий истины. Давайте… Если это лежит у вас на столе, то все теории должны подстроиться под это, если вы получили конечный результат. Давайте чуть попозже об этом поговорим. Я, во-первых, хочу обратить внимание… Совершенно согласен. Ну, хоть в чем-то… В практике. Да. Спасибо. Но, если позвольте, я хочу все-таки зрителей обратить внимание на результаты голосования, потому что именно треть варианта ответа пока лидирует, хоть и не с большим отрывом. Изменится цифра или нет, давайте посмотрим в конце нашего эфира. Но просто я предлагаю для начала нашего разговора по традиции сначала посмотреть сюжет. Я передаю слово нашему корреспонденту Алексею Корсунскому. Российские ученые жалуются президенту на лженауку. На прошлой неделе на совещании в подмосковной резиденции Дмитрия Медведева о шарлатанах и обманщиках говорили не меньше, чем о сколково и утечке мозгов. В центре скандала вновь оказался Виктор Петрик – видный пропагандист нетрадиционных подходов к научной деятельности. К нему у членов Российской академии наук больше всего претензий. В России Петрик прославился своими фильтрами для очистки воды. По его словам, инновационные технологии позволяют в бытовых условиях превращать любую химическую жижу в чистейшую воду. Я пью эту воду с удовольствием. Однако вскоре были обнародованы результаты и экспертизы, с которых следовало, что чисто лишь на глаз, а фильтр не может избавить даже от хлора. Более того, способен испортить чистую воду. Калифорные бактерии выплескиваются в отфильтрованную воду, в чистую воду, которую человек должен пить. Человек в надежде на то, что этот фильтр спасет его, допустим, где-то на даче, или где-то в походе, он просто получит инфекционное отравление. Еще один громкий проект Виктора Петрика – графен. Его он не поделил с нобелевскими лауреатами Геймом и Новоселовым. Нобелевская комиссия признала, что они первыми получили этот материал, а Виктор Петрик уверен, у него попросту украли идею. Российские ученые его не поддержали. Мне странно слышать, что он на что-то претендует. Понимаете, в среде профессионалов у этих людей нет претендентов. Я думаю, что если Петрику дать прочесть публикации этих ребят, он их не поймет. Мал приписывает Виктору Петрику и более громкие проекты. Он якобы собирался выращивать на дому драгоценные камни, открыл формулу беспроигрышной игры на рулетке, изобрел наноаккумулятор для машин. Но в деле все видели только фильтры. В Российской академии наук шумиху посчитали чистой воды пиаром и поспешили предать Петрика научной анафеме. Это совершенно организованная история. Дело в том, что в нашем распоряжении, вы, наверное, слышали, имеются документы о том, что комиссии по лжерной науке предложено 1 миллион долларов за разоблачение Петрика. В поисках оправданий Виктор Петрик подал не один иск в суд. Вытеснить его из научной среды не могут уже многие годы. Он то и дело появляется с новым изобретением. Но если звезда по имени Петрик загорается регулярно, значит это кому-нибудь нужно. Давайте поступим так. Я хочу представить вам еще одного собеседника, который, к счастью, подключается к нашему разговору. Это академик Российской академии наук за все которые математической физики, физического института Российской академии наук, профессора Резонского университета в США, член комиссии по лжерной науке, Российской академии наук Владимир Евгеньевич Захаров. Приветствую вас, Владимир Евгеньевич, спасибо, что вы с нами. Слышите меня, да? Очень хорошо. Давайте так поступим. Я чувствую, что сейчас подожгутся споры очень быстро. Вот сразу уйдем на рекламную паузу, а потом чтобы у нас было больше времени без остановки для начала разговора. Реклама. Возвращаемся в эфир. Если позвольте, у меня все-таки первый вопрос к нашему уважаемому профессору. Так, ну что, можно говорить? Да, да, сейчас, да, да. Кто желает? Владимир Евгеньевич, я хотела спросить, как вы оцениваете, ну, понимаете, когда уже ученые жалуются президенту на Петрика, это как-то, к сожалению, похоже, когда врачи жалуются на Рошаля, нет? Нет? Пожалуйста, почему вы это сделали? Вы меня слышите, Владимир Евгеньевич? Владимир Евгеньевич? Владимир Евгеньевич не слышит. Хорошо. Росислав Янфанович меня слышит. Росислав Янфанович, можете прокомментировать обращение к президенту? Пожалуйста, коротко, если можно. Ну, это вопрос касается не, собственно, науки, а формы бытования в головах людей, научных вещей. Есть мир мнений, политика, религия, есть мир истины. Это исключительно наука, которая опирается только на точные научные факты. И наука, и наша комиссия, варежная наука, как небольшая организация в социальной организме российской науки, апеллирует, направлен не против носителей ложных научных идей, а против самих научных идей. И сила факта – это и есть та сила, и мы добиваемся именно фактов. Нравятся они кому-то или нет, это и есть эти эксперименты, подтверждающие различными независимыми группами исследователей данные факты, конечными хозяевами истины. А всё остальное – это проблема этики, судебных разбирательств и другое. Я бы хотел от этой субъективной стороны уклониться, потому что нас интересует, как сторонников позиции интеллектуальной честности, только научные факты. Хорошо, я согласна. Но вот я не знаю, Владимир Евгеньевич, вы меня слышите сейчас? Да, я слышу. Владимир Евгеньевич, вот короткий ваш комментарий. Ну то, что 23 мая в подмосковной резиденции Медведеву нажаловались на Петрика. С какой целью? Вот президент что должен сделать с ним? Ну, просто обратить внимание на эту проблему уже науки, которая в России весьма острая, потому что президент должен быть в курсе всего, всех важных дел в своей стране. Вот это была цель, и я не думаю, что он будет вмешаться в судебное разбирательство. Вряд ли. То есть вы не ждёте каких-то репрессий с его стороны? То есть вы не к этому, да? Я, то есть со стороны, в отношении кого? В отношении Владимира Ивановича? Нет, я никаких репрессий не жду. И я просто даю, что он будет в курсе дела. Это вопрос, с моей точки зрения, достаточно важный, чтобы президент был в курсе дела. Но скажите, Владимир Евгеньевич, понимаете, если вспоминать вот такие большие скандалы с лженаукой, да, давайте вспомним там 93-94 год, когда был скандал по поводу изотопа Осме, вот красная ртуть, когда Свинков села на 5 лет. Вот тогда эта история, вот она была лженаучной, как вы её сегодня оцениваете? Разумеется. У нас вообще в России большая традиция лженауки. А вспомните хотя бы Лысенко. Он в течение длительного времени вся во главе биологии стоял уже учёный. И это же, так сказать, у нас, нам не привыкать к таким делам. А потом эти перферсионные генераторы, ещё, так сказать, во времена застой, они пользовались основательным финансированием. Это такая чушь, что просто уже распространяется тысячу раз быстрее скорость света и так дальше. Ну, у нас традиция. У нас власть поддерживает лженауку, это и есть основная проблема. Власть поддерживает лженауку? А с какой целью? Она заблуждается? Вот это самая чистая вода. 15 триллионов собирались выложить на установку фильтров Петрик. Это что такое? А потом Гравитцапа сейчас летает в космосе и отрицает закон сохранения импульса. Это же тоже немало. Нарушение техники Ньютона. Подождите, но вот это Гравитцапа, о котором вы говорите, может, не все знают. Это же все-таки объединение Центр Хруничева разработал. То есть тоже там неправильно люди сидят. Ну, что ли делать? Значит, как говорится, и там, и там, и там не все хорошо в датском королевстве. То есть обложили. Так, Виктор Иванович, ваше мнение. Давайте ваши комментарии по поводу вот отмия, вот того скандала. Как вы его сегодня оцениваете? То есть жизнь вас ничему не научила, да, получается? Ну, получается, да. Да. Получается, да. Ну, хорошо. Итак, мы сейчас говорим, вот перед нами Академия, Красивская Академия Наук, он утверждает, ОСМИ это и был пример лженауки. Я так понимаю, вы сейчас сказали. Да, я приняла так. ОСМИ это и есть примеры лженауки и втянутости в лженауку наших руководителей. Да, был громкий скандал. Это так я услышал сейчас от господина Захарова. Правильно я понимаю? Вы знаете, мне с вами вообще рассказать не хочу. Хорошо, я не буду говорить. Хорошо, давайте вы... Владимир Евгеньевич, давайте вы будете говорить со мной. Это не такое возможность. Давайте вы будете говорить со мной, Владимир Евгеньевич. Что сегодня у Владимира Евгеньевича? А вы будете общаться со зрителями. Да, пожалуйста, ваша оценка, и мы послушаем Артема Михайловича. Ну что, это событие-то было погромче скандал, чем тот, который сейчас. Но закончился сроками, реальными сроками. Потому что он закончился реальными допросами и закончился реальными сроками. Что же тогда произошло? Итак, на нашу страну обвалилось два требования, которые поступали, или предложения, от крупнейших компаний мировых. И ни много ни мало, и на президента страны, и на руководителей Гайдара, Хижу. Вот все они были втянуты в эту историю Осмий и Красная Артуль. Случилось так, что меня пригласил к себе Собчак с предложением, совершенно конкретным. Вот есть предмет с 70% обогащенностью по изотопу 187-го Осмий. И за него предлагают 192 тысячи долларов за грамм. То есть деньги были решающие факты в этой истории. Я извиняюсь, почему меня Собчак пригласил. К этому времени я для наших служб создал защитную технологию. Она уникальная, мы ее сегодня увидим, поскольку по поводу нее комиссия лженауки тоже высказала свое мнение. Наши деньги сегодня самые защищенные деньги в мире. Они применяются, защищаются на моем антистоксовом соединении, который я разработал. Впервые оно было разработано с целью. Вы коснулись костюму проходящего человека. Его можно опознать в любом месте, при этом с помощью невидимого излучения и кадриапазона. Так вот, поэтому Собчаку или его руководителям кто-то посоветовал меня.